Констовары местного производства. В Туркестанской области появилась своя мастерская по изготовлению школьных линейок и пеналов. Начинающий предприниматель запустил свой бизнес совсем недавно. Его продукт пользуется большой популярностью на селе и даже за его пределами. Подробнее об этом в следующем сюжете. Именные линейки от алмаза Сейду Алиева есть практически у каждого местного школьника. Они дешевле, чем магазинные и к тому же авторские, хвастаются жители села Ак-Кол-Ток. Заказчики могут сами придумать рисунок. Мастера на все руки в селе знают все и очень ценят его изделия. Среди них счеты, деревянный алфавит и семейное древо. Есть счеты, линейка, есть алфавит для развития детского воображения, есть пеналы, древо семьи. Если хорошо овладеть этим станком, то можно все что угодно сделать. Это оборудование местный предприниматель приобрел по госгранту. За свою бизнес-идею производить канцтовары первой необходимости он выиграл 1 млн 225 тысяч тенге. Теперь услуги небольшой мастерской востребованы по всему Созакскому району. Однажды моя невестка спросила, смогу ли я сделать что-то типа древа семьи в подарок брату. Я попробовал, получилось. Всем понравилось. Потом начали поступать заказы на учебные предметы. Как раз у нас открывался новый детский сад. Им сделали линейки. Пробовали делать их в 3D. Совсем недавно Алмаз расширил перечень выпускаемой продукции и начал принимать заказы для благоустройства села. Вывески, подсветка, другими словами, малые архитектурные формы тоже изготавливаются в этом мастерской. В районе на сегодняшний день 15 граждан получили поддержку в размере 1 млн 225 тысяч тенге. В ближайшее время безвозмездные гранты получат еще 80 человек. Среди них молодые люди в возрасте до 29 лет. Многодетные матери, люди с ограниченными возможностями. Они открывают массажные салоны, сапожные мастерские, пекарни и кондитерские. Такая господдержка – хорошая возможность начать собственный бизнес, говорят обладатели грантов. К тому же уникальный продукт местных начинающих производителей – экологичнее и дешевле завезенного импорта.